всем привет на связи мабу и сегодня мы поговорим про такую вещь как эволюция байдинга а именно эволюция основ работы с xml шаблонами то есть о чем я говорю как я всегда рассказываю что наше приложение мобильное приложение всегда состоит из экрана экраном экран может быть реализован либо через activity либо через фрагменты но по факту основополагающим таким экраном является всегда activity фрагменты может могут загружаться в это activity в зависимости от поведения вашего пользователя любой экран неважно этот activity фрагмент всегда состоит из двух файлов это файл с xml расширением то есть это xml шаблон и котлин класс как они работают xml шаблон в xml шаблоне мы размещаем верстку то есть внешний вид тех виджетов ну то есть внешний вид того экрана то есть например у нас на экране там материал карт кнопочка текстовое поле то есть в xml шаблоне мы создаем именно эту верстку а в котлин классе мы создаем объекты под эти виджеты которые разместим и разместили в xml шаблоне то есть по те элементы управления как материал карт или кнопочка или текстовое поле да мы создаем объекты под них и пишем под них функционал например что должно происходить при табе по кнопке что должно происходить допустим может там будут карточки листаться то есть мы уже прописывать конкретный функционал и для того чтобы все это реализовать чтобы реализовать функционал для конкретных элементов экрана нам нужно связать xml шаблон с котлин классами нынешних условиях это делается с помощью байдинга но все начиналось не так как сейчас все было намного сложнее требовало большего количества кода и обычно мой канал рассчитан на всех новичков на те кто заходит в android разработку и я хочу всех тех кто присматривается и к этой сфере или кто только входит показать как развивалось это направление как свое развитие android прошел от функции find view by id и пришел к юбайнингу я покажу все на конкретном примере я думаю будет интересно так что устраивайтесь поудобнее мы начинаем если вы хотите стать android разработчиками сделать это максимально оперативно и качественно если вам нужна помощь по выходу на рынок на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать android приложения как на заказ так и создавать свои собственные проекты приносящий доход без вашего участия если вы хотите освоить новую профессию которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем современных условиях нестабильности и кризиса если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии android разработчика тогда я приглашаю вас на свой курс построенный на индивидуальной основе android разработчик за три месяца на этом курсе я сделаю из вас android разработчика владеющего всеми актуальными современными технологиями обучаться можно абсолютно с нуля без всяких знаний в программировании после обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему android а также у вас портфолио будет два разработанных мобильных приложения и два отзыва кроме того я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию android разработчика если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность тогда я предлагаю вам записаться на мой курс android разработчик за три месяца я помогу вам стать профессиональным android разработчиком тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя и даже сможете построить свой небольшой бизнес все ссылки для записей консультации есть в описании под видео итак давайте создадим во первых проект new project ну я я выберу пустой экран да и всегда выбираю next назовем проект наш валюшин финиш создается проект так у нас есть уже активе нас будет один экран activity main заходим на верстку activity main и переключаемся сразу на код потому что дизайн вкладка это не для программистов и так что мы пусть делаем мы разместим кнопочку на компанье батон кнопка будет во всю ширину по высоте в по контенту будет у нее черный слетел сюда черный фон текст у нас будет и на ней белый сам текст давайте будем писать так как это правильно писать аккределем сейчас не нужен в райс переходим в элью стринг да нам нужно название создать тут есть уже определенная строка у нас да мы ее с названием приложения мы ее просто давайте так вот так это поднимаем вниз сюда теперь вниз это копируем и назовем клик текста у нас будет клик и ключ у нас для связи с этой строкой будет также клик что немаловажно и здесь мы этот текст подгружаем с файла strings по уникальному ключу клик да здесь мы закроем конечно же нашу кнопочку но мы внутри концентра layout а нужно дать позиционирование для этой кнопочки сделаем вверх вверх вверху родителя ну а по ширине у нас на все си экран поэтому нам не нужно больше ничего позиционировать до нужно дать и уникальный идентификатор для того чтобы нам связывать объекты скотлинг-класса xml шаблонами нам нужно присвоить уникальный идентификатор для конкретного виджета с которым мы хотим связаться потому что по этому ключу в собственной происходит связь android id собака плюс айди бат назовем а здесь я все-таки хочу создать современное текстовое поле обкомпей текст вью это у нас будет по ширине пусть тоже она весь так не сюда вот сюда по ширине у нас будет на весь экран по высоте будет у нас по контенту сразу закроем здесь и дать нужно позиционирование конечно же вот сюда мы говорим что вверх при будет примыкать вверх наш должен примыкать к низу кнопки top to bottom of и кнопки бат дадим от отступы маржин давайте по 10 депи дадим отступы кстати говоря было бы неплохо и здесь эти отступы задать вот так ну по молчанию тут и так будет черный цвет ну давайте в принципе этого нам хватит еще айдишник нужно также указать айдишник указываем как результ все кстати вот это текстовое поле нам не нужно все у нас верстка готова и теперь мы переходим в котлинг класс самое интересное начинается все начиналось с find view by id то есть как мы должны были действовать нам нужно было создать объект для кнопочки да мы пишем кстати говоря на то время я писал на языке java поэтому было все намного хуже на котлине вам покажу на котлине но вот то что вы будете сейчас на котлине представьте что на джава это будет два раза хуже поэтому создаем до объект кнопка назовем его батон да у нас будет он относиться к классу об компейт кстати говоря потом покажу по какие из-за этого будут бывали ошибки очень часто но эти ошибки больше за внимательно за невнимательности происходили все вот у нас батон здесь мы создали объект батон здесь мы уже внутри методом креи то есть внутри метод того метода который наполняет версткой наш экран мы должны были обратиться к этому объекту батон поставить равно оператора присваивания find view by id метод и мы должны указать были наш айтишник из activity main бат то есть это ресурса в рамках ресурса находится айди бат дальше нам нужно было сделать объект же текстового поля private war text view назовем например у нас она относится этот виджет сейчас я вам сейчас все поясню создаем объект но естественно мы выделаем нулабельным потому что мы еще туда ничего не не мы его еще не проинициализировали и также обращаемся к объекту текст view оператор присваивания и вызываем метод find view by d и указываем по какому какому мы виджету хотим подсоединиться к виджету разве то есть что мы делаем для того чтобы связаться с xml в xml шаблоне соответствующими виджетами которые есть определенные дичь ники мы здесь перед методом он клеить но внутри класса создаем объекты для этих виджетов если мы зайдем вернемся на активе ки мэйн то увидим что кнопка наша и бком пейт батон текстовое поле обком пейт текст view поэтому мы эти объекты относим к соответствующим классом и ну делаем по умолчанию нулабельными далее внутри методом креет там где у нас то методе где соответствии с жизненным циклом наполняется наш экран версткой мы инициализируем эти объекты а именно как бы присваиваем им определенные айтишники мы говорим что вот эта кнопка относится кнопки с нашего соответствующего xml шаблона как андрис судья понимает какому xml шаблону подсоединяться собственно вот он ищет в этом xml шаблоне айтишник виджет с таким айтишником и подсоединяется к нему и теперь что нам нужно сделать нам нужно сделать так чтобы при клике по кнопке записалось текстовое поле название этой кнопки все так же как и сейчас делается и типа уже пом по привычке бандин пишу баттон объект нулабельный поэтому просветительный знак . прослушиватель клика вызываем объект view так как любой виджет относится к объекту класса view . и интерфейс он к дик лица на интерфейс в котором прописано само событие нажатия и говорим что записывай в наше текстовое поле также объект нулабельный вопросительный знак в поле текст наших наш вид же текст view в поле текст записывать название кнопки для этого обращаемся к объекту баттон вопросительный знак текст давайте запустим эмулятор кнопка кликаем текст появляется то есть все работает то есть для того чтобы мы работали по методу find view by id нам нужно создать соответствующую верстку с айтишниками для виджетов нам нужно создать экземпляры объектов инициализировать эти объекты то есть связать эти объекты с xml шаблонами по соответствующим айтишникам и затем все что нужно с ними сделать в общем такую то есть нужно было создать объекты под эти кнопки здесь проинициализировать подвязаться к при этом конкретным айтишниками после того после этого только использовать но от этого способа ушли довольно таки давно и это было в основном там много было причин почему что ушли люди ушли разработчики от этого потому основная причина была то что вот этот метод find view by иди он очень типа тормозил работу приложения и кодом было много но мне кажется все таки хотели просто оптимизировать код и перейти уйти их другой технологии и мне до сих пор удивляет когда я узнаю что подов школах подобно гиг брейнс до сих пор преподают с помощью этого основа основывает скажем так соединение сверсткой инициализацию объектов на основе вот этого метода find view by иди и я еще с большим удивлением на днях узнал что студентов которые обучаются я так понимаю предмет есть android разработка так вот в институтах до сих пор обучают работать с этим методом для меня это очень странно потому я никогда не думал что даже в институтах обучают такой устаревшие технологии то есть ну как бы это фундамент когда мы работаем сексомет шаблоном это фундамент и поэтому ушли от этого всего с целях оптимизации кода и пошли дату бандингу в чем-то заключалась сущность дата бандинга дата бандит к нам позволял оптимизировать обращение как сакаби к виджетам из xml шаблона нам нужно было открыть вот открыть папочку грейдл скрипт и во втором файле бил грейдл вот этот модуль applications заходим нам нужно перед зависимостями вот этими где мы прописываем подключение библиотек после вот этого блока перед закрывающийся вот этой скобкой вставить вот такой блок кода в котором мы будем подключать дата байнинг и мы должны были синхронизировать проект после этого после этого было бы мы должны перейти были перейти в xml шаблон и здесь перед самой версткой то есть после вот этой века xml version мы должны были создать тег некий слой layout и закрыть его то есть должно быть было два тега все что вся верстка бралась и помещалась внутрь вот этого блока слоя layout вот эти обычно штуки все под подключения к различным декларациям до выносились вот сюда здесь оставался так и но и зачастую также так это тоже сюда вот так все происходит что происходило в самом котлинг классе самом котлинг классе вот этого вот я вам сейчас покажу вот это не не делалось вот это не делалось что у нас дальше происходило мы должны были перед методом он кейт то есть перед методом гим мы наполняем верстки создать объект как мы создавали объекты для виджетов но тут требуется требуется создание общего объекта для взаима для взаимодействия с xml шаблона мы его называем бандинг хотя название может быть любым и дальше у каждого этого объекта бандинг был уникальный класс который символизировал котлинг класс которым мы работаем обычно если main activity это мы должны были ввести activity main binding это как также этот объект также нулабельный вот дальше нам нужно было всегда его про инициализировать для инициализации использовался вот такая такой участок куда мы обращались к объекту байдинг вызывали специальный класс даты бандинг интил там был метод cd content view который связывался с нашей версткой и что при должно было происходить дальше а дальше ничего и дальше инициализировать не надо все что нам нужно было делать это обращаться через этот бандинг к элементам нашего xml шаблона по их ним айдиш ником то есть еще раз напоминаю я вам еще раз напоминаю вот она идишники будут и результат для этого как нам обратиться кнопки все очень просто мы должны облар были обратиться к объекту бандинга и обратиться к кнопке но как мы будем здесь видите мы обращались нам напрямую сразу к объекту как нам обратиться к данной кнопке нам нужно просто обратиться к айдишнику вот айдишнику кнопки будут вот у нас подсказывать сразу что это будет и кнопка то у нас предпадать нас как бы банен глобельные объекты поэтому кнопка которой мы обращаемся она тоже как нулабельный объект вопроситель знак ставит обращаемся к текстовому полю также binding . результ у нас айдишнику текстового поля результ и все то же самое а здесь мы при 5 обращаемся кнопки через байдинг будь и давайте соберем проект кликаем и все работает все точно так же давайте сравним эти два подхода здесь значит что мы должны были сделать в классическом файлы байди мы должны были создать объекты под xml виджеты мы должны были спроницализировать каждый виджет и собственно поработать с этими виджетами что происходит при дата бандинге мы белгрейдл должны создать специальную зависимость ну как бы независимость мы должны подсоединить дата бандинг и синхронизировать проект после этого мы должны что сделать мы должны перейти с вами в xml шаблон конкретного кола класса ну экрана активити создать прослойку лаял перенести сюда все эти штуки и перейти в класс main activity ну да 100 слой лаял должны перепоместить всю всю верстку перейти в класс activity создать объект бандинга инициализировать этот объект бандинга и поработать с виджетами казалось бы где уменьшение кода тут то надо сделать и глубокий билгрейдл и в и в самом активе киев это вёрстку идти вот это все делать но нужно относиться к дата бандингу как промежуточному варианту от устаревшего find you by иди который нагружал проект к чему-то более прекрасному и с одной стороны вроде и лучше дата банник ну типа быстрее все работает но при этом куда ничуть не меньше не стало да и поэтому люди постепенно пришли к ю бандингу чем заключалась суть в ю бандинга давайте его еще раз это хотя он нам будет нужно это но мы все равно я это специально закомментирую все чем заключалась суть в бандинга мы также шли в билгрейдл ну кроме на место вот этого подключения у нас уже было вот такое подключение мы также синхронизировали проект в данном случае прослойка лаяут уже не требовалось то есть мы уже совершенствуем количество кода которое нужно писать да вот этот слой прослойку лаяут убираем она уже не нужно то есть по факту мы должны чтобы все красиво было брать и вот так что происходило в моей ногти вики мы также должны были создавать объект майдинг он все также относится к экземпляру класса activity main binding и он все также но лабель здесь отличие нет но отличие только то что мы билгрейдл другой код вставляем xml шаблоне лаяут слой не нужно делать так стать это чтобы красный не посвечилась за комментируем так дальше что должно было происходить но дальше нам нужно было не цилизировать наш майнин для этого от перед сет контент view после обращения к супер классу мы должны были проводить инициализацию для этого мы обращались к из к экземпляру до объектом бандинг вызывали класс activity main binding inflate layout inflator то есть наполняли версткой и наполняли и в качестве наполнения в качестве в методе сайт контент view там где наполняется в качестве наполнения верстки мы передавали объект бандинг он лабельный root что происходит дальше как мы должны работать с кнопками да точно так же как и дата бандинги все то же самое через объект бандинга обращаемся к каждому виджету по уникальному идентификатору давайте соберем проект кликаем по кнопке все работает то есть чем стал в бандинг еще лучше что но что он сделал он мало того что более еще сильнее ускорил работу хотя на глаз вы даже не заметите реально пользователь не заметит вообще скорость работы это скажем так стремление к чему-то лучшему программистов реальный разработал реальный программе реальный пользователь общения не заметил разницу бы этих подходов мы также все в белгороду подключаемся коронизируем проект сюда уже мы не заходим здесь ничего нам не нужно делать просто заходим коттен клад создаем объект бандинга инициализируем этот объект бакинга и работы то есть если в мечтах программистов в размышлениях программистов да там байнинг по сравнению фан юба иди в основном ускорял работу приложения ну потому что по уменьшению количества написания кода тут из на речи не идет потому что если не так что он даже больше кода но ну наверно также кода то юбанинг убрал эту скажем так претензию к создателям дата байнинга потому что заявлялось меньшее количество кода но когда не становилось меньше так и банит все это оптимизировал мы в итоге получили не только реактивная работа с хоксомель шаблона но могут получили меньшее количество кода не нужно больше не цилизировать вот эти все объекты раз один объект проинициализировали вернее не нужно создавать эти объекты создали один объект здесь мы этот объект проинициализировали кстати говоря как он понимает что какая верстка но собственно как опять же говорю вот здесь у нас main activity которому собственно это указывает на какой xml шаблон слоимся и этот xml шаблон является объектом байдинга и с ним мы можем работать как через байдинг то есть нужно про нужно создать просто объект проинициализировать его и работы вот таким способом мы и пришли с вами к юбане целью этого видео было вам показать как происходила эволюция от файл либо иди через дата байдинг в юбан дингу то есть что нужно сейчас применять применять можно нужно либо дата байдинг либо в юбан дик лучше если в юбан дик я опять же есть непонимание почему на многих ну понимание есть но есть возмущение почему студентов учат методу find виба иди и почему на якобы топовых курсах дорогостоящий который стоит больше ста тысяч учат этому методу find в юбан иди принципе у меня есть ответ на этот вопрос потому что на больших курсах преподаватели которые преподают они скажем так не заинтересованы в обучении они отрабатывают свое время они не создают программу обучения программу обучение создают методисты и методисты скажем так они не развиваются в этой сфере то есть у них куча курсов они общем знают программу которую они как бы взяли давным-давно с разных курсов и соединили и не следят за обновлениями ну а в институтах я так полагаю мне особо практикующие люди преподают и поэтому не 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 пишут код грубо говоря хотя бы раз в неделю и не являются скажем так в курсе всех изменений поэтому как они по старинке привыкли работать так они работают в этом и минус и обучение в институте на конкретной профессии хотя образование безусловно нужно это я вам говорю как человек который имеет два образования одно программистская первое финансовое поэтому я могу сказать что образование нужно обязательно ност как было раньше в любой сфере не только программирование что выпускают с неправильными знаниями и выпускают с полным суть с полным пониманием того чем они должны заниматься и хотя бы базовыми основами которыми должен в данном случае обладать android разработчик даже этих основ нет все устаревшие и также идете на дорогие курсы премиальные типа гиг брейнс не то логия сколько что там скилл бокс скилл брейнс что там еще есть и там учат неправильно то есть остаются большие вопросы к этим заведениям как они обучают меня вообще это недавно потрясло я не да я думал что в институте по-другому там все-таки профессионалы должны выпускать получается все на деле все очень печально я надеюсь это видео вам поможет или поможет тем тем кто заходит в android разработку чтобы они не делали ошибок и не разбирали вот этот вот find you by the самом деле работа с xml шаблоном было еще хуже было не то чтобы было хуже для работы когда вы писали на языке джава использовала специальная библиотечка батарк най и если вам интересно чтобы я вам показал как это происходило на языке джава то можете написать в комментариях я подумаю над вашим пригод предложения может быть что-то запишу на джаве но меня честно говоря я ее не приветствую android разработки потому что я очень долго писала по под android на джаве я всячески отрицал котлин просто отрицал котлин даже не хотел туда смотреть пока не попал на соответствующий проект и мне синьора где мне синьорные товарищи объяснили вообще чё как устроено с тех пор я не вернулся на джава поэтому и если присяк какие-то интересуют такие мелкие вопросы о том как сделать одно как сделать другое как сделать не что-то глобально до целое а как сделать конкретную какой-то функционал да там пусть и как сделать ну например как сделать какую-то сортировку или что-то такое в android разработки то пишите я рассмотрю ваши приложения я смотрю я рассмотрю ваше предложение и сделаю видео урок на эту тему но на сегодня у меня все на этой неделе будет еще обязательно одно видео всем удачи всем пока